За столом несколько поколений избиркомов. Ветеран Великой Отечественной войны Мария Кустова не один год работала над подготовкой и проведением выборов в Щелковском районе. Теперь должное ее опыту отдает подрастающее поколение парламентариев. В апреле этого года территориальная молодежно-избирательная комиссия провела акцию «Голосуем за победу». Мария Дмитриевна также отдала свой голос. Бюллетень 70 лет спустя, ставший символом великого подвига. Чтобы акция не прошла бесследная, представители избирательных комиссий подготовили особый альбом с памятными фотографиями и историями героев, принявших в ней участие. Ваш труд не забыли, мы всегда его чтим и будем чтить, пока будем сами в здравом уме, как говорится. Поэтому вам вручаем, поздравляем, всех благов и здоровья. Я вам очень благодарна, очень благодарна и буду помнить до конца своей эфири, потому что такое не забывается. Я довольна, и у меня дома когда были, я была очень довольна, что ребята пришли ко мне домой, поздравили меня. Я была, я не знаю, для меня это было что-то удивительное. Всю свою жизнь Мария Дмитриевна трудилась над воплощением действительно масштабных задумок. В непростые 90-е смело взялась за организацию конституционного строя в государстве. В Щелковском районе работала как в территориальной избирательной комиссии, так и во многих участковых. Теперь ее история в памятном альбоме «Голосуем за победу». Участие в акции приняли представители молодежных избиркомов Щелковского района и Московской области. Молодые люди признаются, весенняя встреча с ветераном оставила в их памяти большой след. Увидеться с Марией Кустовой вновь они действительно рады. Были приятно удивлены ее рассказами о жизни, о том, как она сейчас живет. Она поделилась опытом работы в избирательной системе. И нам было безумно интересно и безумно приятно, что мы имеем честь участвовать в такой акции. Вы знаете, вот сами вот эти встречи с ветеранами, они бесценны для нас. Это еще одна возможность выразить нашим бабушкам и дедушкам благодарность за то, что стояли в нашей стране в страшной, чудовищной войне. Они отдали врагу нашу родину и тем самым подарили нам возможность жить на этой земле.